Здравствуйте! В эфире в центре внимания в студии Евгения Монакова. Лето. Такая прекрасная пора, когда вокруг цветут цветы, растут овощи и фрукты, и все это многоцветие радует нас безумно. Но сегодня мы будем говорить о травах, о травах, которые мы добавляем в качестве специй, лекарственных, потому что на студии находится руководитель сада питомника Валентина Лештаева, и вот она про это точно все знает. Здравствуйте! Это точно, Валентина? Ну, знать совершенно все невозможно, но знаю очень много и с вами поделюсь секретами трав. Давайте начнем с того вот уже мини-огорода, который вы привезли с собой в нашу студию. Что это за растение? Я уверена, что наши зрители, далеко не все знают, что это такое, потому что выглядят они, кстати, очень экзотично, я бы сама не узнала. Вот в этом горшочке представлены душицы разных. Душица, оно же орегано, да? То, что мы привыкли использовать в качестве приправы для мяса, рыбы, гуляши, когда готовим. То есть, всем известна приправа. Когда она растет в качестве растения, она выглядит вот таким образом. Очень красиво. Она может быть как украшением клумбы, так же потом она цветет очень красиво, декоративно. И собирать ее в приправу высушивать, перемалывать. Это можно, я так понимаю, и в горшке дома высаживать, да, у кого нет огорода, и в огороде. Все травы, которые мы выращиваем у себя в питомнике, они абсолютно адаптированы для выращивания на подоконнике. То есть, нет необходимости иметь огород для того, чтобы высаживать эти растения. Если мы их высаживаем в горшке дома, то они у нас вегетируют, растут круглый год, им не требуется период покоя. Если мы высаживаем в огород, то вот, например, вот здесь вот представлен тимьян, он у нас зимует, и, соответственно, он уходит под снег, и мы зимой его не видим, а весной он опять появляется, цветет. Это те формы, которые прекрасно у нас зимуют, точно так же, как и душицы. Они у нас зимующие. Это все многолетние травы, просто часть из них зимует в наших условиях, а что-то не зимует. Вот, например, розмарин, он у нас не зимует. Но розмарин такая вещь, которую лучше использовать в свежем виде. То есть, выращивать дома на подоконнике, даже если у вас есть садовый участок, все равно лучше его выращивать дома на подоконнике. И готовя рыбку, то есть, у нас розмарин ассоциируется с рыбой. Ну и мясо тоже, кстати, он прекрасно дополняет. Да, да, но просто вот запах розмарина, он ярко выражен, это у нас средиземноморская кухня. То есть, буквально сорвав вот одну вот такой вот лепесточек, листочек, достаточно для всего ужина на всю семью, для ароматизации. Вот рядом с вами, с этой стороны, еще несколько красивый пестролистный шалфей. Это шалфей, да. Это шалфей, группа шалфея лекарственного. Это то, что мы покупаем в аптеках для полоскания горлышка деткам. Но, опять же, выращивать дома самостоятельно, вот такие красивые растения, они и декоративны, и полезны. И срезать их, и высушить, и пользоваться сырьем. Точно так же для полоскания горлышка деткам, для заваривания чая. Кто-то очень любит бани, в бане можно ходить, использовать вот эти настои. У нас также есть еще майоран, который вот здесь вот не представлен. Это чисто банная такая травочка, чаи заваривать, косметические процедуры делать. Ну и, конечно, вот мяты, которые мы выращиваем, 23 вида мяты. Это мята ананасная, мята яблочная, мята шоколадная, барбарисовая мята. Я даже не знала, что такое вообще существует, многообразие. Это все разнообразие мят, они пахнут прям вот, барбариска, она пахнет барбарисом, как вот у меня многие клиенты говорят, вкус детства. Это правда, для многих такие ассоциации. Откуда все это берете, привозите, потому что я понимаю, чтобы собрать вот такую коллекцию, это, конечно, надо было, наверное, не один год потратить на это. Да, я занимаюсь этим последние 6 лет, и привозится это все по крупицам, с разных стран, с путешествий. Привозится маленький отросточек, который потом вырастает, делится, размножается. Но к продаже вообще вот таких вот растений лечебных вы не сразу, я так понимаю, пришли? Нет, сначала это было для личного потребления, для своих деток, для своей семьи. Я травница, очень люблю травяные чаи в различных вариантах. Потом стали обращаться знакомые, которые захотели, кто у меня пробовал чаи, в гости приходили. Ой, мы тоже такое хотим, мы тоже такое хотим. Вот, и потихонечку такая информация обо мне по всему городу разошлась, и вот люди стали брать активно. И начался бизнес уже тогда, да? И начался бизнес, потому что по образованию я совсем не агроном. То есть я сейчас только поступаю именно в магистратуру по направлению садоводства. А вообще у меня базово абсолютно другое образование, очень далекое от растений. Но тем не менее на опыте, я так понимаю, на личном уже был пройден определенный путь, чтобы разводить. У вас вообще какое, насколько большое хозяйство, насколько большой вот этот ваш сад питомник? На сегодняшний день у нас два поля. Одно 19 гектар, другое 22 гектара и торговая площадка. Вот это да! То есть, ну просто направление нашего сада питомника, он не зря называется сад питомник. То есть на торговой площадке у нас можно гулять и приходить, смотреть те растения, которые мы выращиваем, как они растут. То есть как они себя чувствуют в нашем климате, как разрастаются, болеют, не болеют и так далее. Но у нас еще одно направление, это ягодные культуры. То есть мы выращиваем малину, смородину, жимолость. На продажу? На продажу, именно ягоды, то есть не только посадочный материал. У нас вот в этом году мы получили кредит из центра поддержки бизнеса «Мой бизнес». Мы входим в состав кластера, сельскохозяйственного кластера и получили кредит. И смогли заложить маточное поле жимолости. То есть мы уже, это сертифицированное поле, весь посадочный материал имеет репродукционные сертификаты. То есть у нас заключено лицензионное соглашение, по которому мы дальше можем уже сами производить посадочный материал и реализовывать. То есть у нас идет в том числе и научная работа в этом направлении по отбору тех сортов жимолости, самых вкусных, самых сладких, самых устойчивых, менее болезненных, так сказать. То есть мы этим занимаемся. Ну это очень серьезная работа, конечно. Я понимаю, почему вы пошли учиться дальше. Да, потому что тут необходимо было пополнить свою копилку для того, чтобы продолжать бизнес. Но вообще, что касается поддержки бизнеса, я знаю, что вы не только вот таким образом помощью воспользовались. Сейчас у вас еще в разработке сайт находится, где в принципе все уже смогут увидеть воочию, что у вас есть. Да, то есть потребность в сайте возникла достаточно давно. Люди звонят, спрашивают, а что есть, как посмотреть. То есть не все могут сразу приехать и оценить, нужно ли им это или не нужно. Все хотят посмотреть. И сайт, конечно, необходимый. Вот тоже одна из форм поддержки, которой мы сейчас пользуемся, это разработка сайта. Сайт сейчас находится непосредственно в подготовке. Специалисты работают. Я думаю, что в ближайшие месяц-два мы его уже запустим. Здорово. Валентина, не могу не спросить вообще про это направление, все-таки садоводчество. Сейчас, мне кажется, оно все больше пользуется популярностью, сейчас все больше бизнес смотрит в эту сторону. Вы почувствовали это? Есть ли конкуренция на этом уровне? Вот что касается непосредственно ароматных трав, то у нас конкуренции нет не то, что в Благовещенске. У нас на всем Дальнем Востоке нет конкуренции. Правда? То есть даже вот... Вы приходите в магазин, мяту, например, на срезку, вы берете аргентинскую, Израиль, а те, кто про нас знает, те же рестораны, кафе, они приезжают к нам и берут наисвежайшую. И там вы берете классическую мяту, а у нас вы можете взять мяту шоколадную и приготовить с ней коктейль, оттеняет вкусы и получается очень такой богатый, яркий, насыщенный вкус. Но вообще есть задача зайти на полки магазинов, например, амурских? Или же пока даже не смотрите в эту сторону? Нет, конечно. Есть направление, желание развиваться дальше, увеличивать объемы. К сожалению, пока не все возможно. То есть наши возможности ограничены размером теплицы именно январь-февраль месяц в холодные периоды, когда у нас проходит процесс черенкования мяты, и мяты, и всех вообще в принципе трав. То есть и соответственно сейчас есть планы на дальнейшее развитие, на установке большой промышленной теплицы, общей площадью до тысячи квадратных метров. Тогда можно будет говорить о выходе именно в торговые сети. Пока на сегодняшний день мы вот только снабжаем кафе, рестораны и зеленой продукцией. Ну это тоже неплохо, кстати, закрывать такую нишу большую. Это серьезный, конечно, уже серьезный бизнес. Но я вам желаю искренне, чтобы все уже благовещенцы смогли на полках видеть свою свежую вот такую ароматную зелень. Поэтому удачи вам в вашем деле. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня мы общались с руководителем сада питомника Валентиной Лештаевой. Вы смотрели программу в центре. Внимание, до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо. Спасибо.